друзья всем привет всем огромный привет снова продолжаем наше путешествие владивосток питер прошлый раз остановились вот здесь вот в этой вот вот в этом вот месте это у нас ярославская область и движемся в сторону рыбинска до сторону рыбинска поэтому всем желаю приятного просмотра подписывайтесь на канал не подписан кто подписался молодец ставьте лайки пишите комментарии и также не забываем про тайм-коды и про плейлист на канале в общем вот так записываю видео сегодня сегодня же буду выкладывать вчера не получилось записать как-то не было времени да и вообще что-то многое свалилось поэтому решила записать сегодня потому как бы видео обязательно должно быть будет выйти сегодня но поэтому кровь из носа надо ее записать ну в общем то вот так в принципе что принципе что немножко нам осталось бы доедем сегодня до рыбинск посмотрим выбрал я вот такое вот направление очень много всяких различных деревень сел мы проезжаем дюдькова мартюки 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 две деревни здесь ну и здесь вот что то есть как бы такие глухие деревни фактически фактически то ничего нету хотя по факту на данный момент уже тут может и ничего и не быть это все таки мы едем на момент в данным в данном местности карта на карта на 19 вот май то есть рассчитывайте на то что здесь уже мало что осталось хотя может быть что-то и есть вот мы туда вглубь то не так не заходили не заезжали ну были по всему не так много тут такого прям интересного скажем я думаю будет интересно и более дальше когда мы дойдем уже до рыбинска так напоминаю я ярославль мы уже с вами проехали и соответственно сейчас попробуем доехать до рыбинска посмотреть тут такие вот поля не знаю сажают что не сажают но я думаю сажают конечно раз уж их обрабатывают поэтому скорее всего сажают так очередная какой-то населенный пункт бук кренова или бук ренова бук кренова может быть вот прошу прощения если не там если не там ставлю ударение но как бы это не могу точно знать название бук ренова я бы назвал ее бук ренова или может бук ренова бук ренова блин трудно трудно сказать как правильно напишите в комментарии поставьте ударение на этот слов ну а чтобы я понял как бы если нет возможности поставить ударение в комментарии просто можете написать ударение на в общем гласную букву поставить большой заглавный чтобы было понятно что ударение это именно на этом на эту на эту букву ильинская тоже где-то не тут показаны вот таблички таблички то могут стоять и дальше а по факту населенных пунктов может уже и не быть не ну как бы могут там числиться там проживать люди но по факту начни не проживать а отчислиться что они там есть знаете как как бывает что вроде бы смотришь село и в деревне вообще население 200 человек мы думаем 200 человек от деревни ну не совсем прям мало такая немаленькая ну как не то что там немаленькая но по местным по нынешним меркам 200 человек в каком-нибудь глухом селе это нормально считается по факту хопа они вообще один или два человека проживают остальные только числится здесь прописаны уже давно никто ничего не проживает нигде в этом в данной деревне так вот и тут так октябрьский а вот это уже интересно а вот уже поселок октябрьский тут надо конечно же немножко проехать и посмотреть здесь уже до так давайте посмотрим давайте посмотрим конечно же поселок октябрьский так ну тут немножко начинает карта подключивать так вот такой вот такой небольшой так дальше мы проедем да можем проехать окно вот эти вот уже более более новые дома видно что вот это более такие более старые а это более новые вот так нам дадут развернуться то так секунду нет все таки надо нам показывают вот сюда вот ехать можно блин что-то я немного запутался вот сюда давайте да вот вот такие дома так саша удачные службы 23 катя 23 05 16 удачные службы макс ушел на фронт ну учитывая что дата здесь май 19 точно это было не ну вы поняли о чем речь не буду как бы эту тему здесь поднимать на данном канале все и так кто ну если ты понимаешь о чем я имею ввиду то хорошо не понимаешь ну как бы это тебе не нужно в общем и ладно едем дальше такой вот у нас поселок не боль небольшой тут гаражей кругом много таких вот гаражей мы тем временем выезжаем едем снова едем в сторону рыбинска но давайте конечно глянем фотографии прежде чем мы поедем дальше октябрьский нету удивительно что ни одного ни одной фотографии нету ну блин ну ладно чё что да то что все плохо то так нам далеко до рыбинска да и далеко ну ну придется потрудиться в общем поехали так так все правильно выбрали на направлении едем дальше тогда и то и и и и так нам по сути-то осталось чуть-чуть пару несколько регионов проехать как бы и все ну их еще надо проехать вопрос это про мне пять минут понятно дело но я все-таки надеюсь надеюсь что мы 200 этой серии успеем иначе прям видео будет очень-очень и так она получается очень длинная серия но я думаю она ведь то было мне нам не сильно короче было бы серии так на 30 на 40 длиннее если бы мы заезжали в населенный пункт и смотрели фотографии а там мы к сожалению вы можете кому-то счастью кому-то к сожалению этого не делали так науменское деревня науменское или село не деревне деревне деревня науменское вот так вот кстати вот ну что допустим в моем понимании там деревня или село поселок города то в моем понимании тем они могут могут отличаться ну город понятно это какой-то сразу его видно когда в основном ставят такие высотки может быть ну не совсем высотки города могут быть разные там и малые города вот в основном это дома там хотя бы даже трех пятиэтажные преобладают даже если это небольшой город дороги и магазины даже есть все этот город такой более-менее прям видно что там есть ну все все необходимое поселок он может быть по размерам ну примерно все то же самое ну опять же ну опять же например там ну скажем так меньше 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 блах там тоже есть блага цивилизации но и скажем меньше чем в город город в основном это какой-нибудь либо это областной либо районная поселок он только всегда районного подчинения может быть вот по сути поселок любым по любой некоторые поселок по населению даже больше чем город могут могут быть но он считается потом поселком там другой статус уже надо менять это уже все другая как бы так и говорится привилегии все там уже и ну в общем вы поняли ну а село понятно село в основном это то что церковь твоя это ясно но и то что обычно села заезжают всего да и там идет вот хотя бы вот такая вот дорога то есть могут быть вот идет улица и по краям идут дома потом потом дальше вот так вот проезжаешь тут опять параллельно улице и тут опять дамают то есть вот и причем они так цветы в основном цивильные то идут селом как бы в порядке нумераций а деревне так сейчас секунду делал что это у нас все мы уже в общем мы подъехали уже к рыбинску делами на это так давайте сейчас знаете что сделаем сейчас я сначала посмотрю точно куда нам ехать так чтобы нам не заблудиться все понятно сейчас проедем здесь здесь так прямо дальше при поедем а потом уже развернемся все в общем все ясно в общем а деревне дома могут располагаться один тут один вот здесь один вот здесь дорог как правило особо нет таких основном либо грунтовка в лучшем случае либо вот так вот вот все подряд и это где-то соответственно деревне так вот настала рыбинск до город рыбинск вот такая вот стала но мы едем в ту сторону да мы едем в ту сторону так давай не ключ пожалуйста кстати а рыбинское водохранилище ну она где-то вот она на рыбинское водохранилище да она там дальше мы к нам и туда не едем мы едем немножко в другую в другую сторону сторону рыбинского водохранилища мы не едем но она тут рядом сейчас мы только сначала проедем вот это вот вот эту вот часть ух ты что-то было здесь а все понятно я сначала немножко не понял просто теперь как бы все понятно стало так вот какие-то заводы предприятия у нас раз проедем вот эту вот часть но это уже рыбинск это уже город рыбин да я даже вот не знаю по моему ты это второй по населению город может я конечно ошибаюсь но по моему второй по населению город то если никто если не прав поправь поправьте меня кто если местный житель может быть проживает в ярославской области может непосредственно самом там ярославле или даже рыбинске вот кто-то может в курсе по моему рыбинск второй по населению город рыбинск после ярославля в области и так вот тут в основном частный сектор вон все цветет яблони груши вокруг помните вот такие цены на бензин когда еще были но теперь таких уже не будет да блин так всегда так всегда было и будет цены обратно не возвращаются сами понимаете так давайте вот сюда мы правильно вроде бы едем как они шли так и идут вверх но в скором времени просто уже пока вот как бы еще нормально а когда будут например но то что стоило вот скажем то что стоило раньше там местом 10 рублей сейчас может стоил тоже там 30 рублей к примеру да ладно давайте не на мелком примере а на крупном стоил наверх там 100 200 рублей сейчас может стоить уже почти там 800 тысячи рублей как бы и сто двести уже считаются не такой большой суммой а вот к примеру чтобы это все вернуть назад в скором времени просто не будет хватать нулей скажем будут уже там заплату зарплата была там допустим средний там 5000 когда-то была такая сейчас там средние там 50 но я беру не по москве не поймите там или уберу общем среднем по регионам 50-60 вот это среднее а через там какое-то время может быть будет там цифра 500 600 тысяч типа карша скажется на огромные огромные деньги но блин когда цены будут стоить кто хлеб тут раза в десять дороже поэтому тоже самое будете в конце концов вот эти нули чтобы убрать государству естественно будет произведена денежная реформа как раньше помните чем были копейки потом миллионы потом вот он вот это все убрали также и сейчас просто уберут скажем пару нулей будет средний зарплата 5 не 500 тысяч там до а 50 то есть не 50 а там опять тысяч например что в данного всего так ушло так что это все непрерывный цикл так а тут у нас как раз ставят вот такие вот грузовые поезда цистерны кто то есть люди которые любят на них кататься на этих на цистернах не заведую никому это делать этим заниматься ну знаете почему вот под по таким вот любят лазить на зацепер и по вагонам а тут какая-то заброшка блин сколько же этих вагонов уже тысячи наверно и вот только только они заканчиваются но между прочим что-то в них и есть они не пустые далеко не пустые а тут что-то все облупилась неужели вот это заделать нельзя ни у кого местные власти не могут сделать то вот это вот все было так так давайте сейчас вот здесь вот вот сюда блин как бы нам лучше сделать ну давайте чуть-чуть проедем сначала вперед посмотрим а ну а ну улица вихарева 2 вихарева 2 так зачем мы сюда-то едем не если нам немножко другую сторону здание рыбинский филиал в голову в п.м. от рыбинское речное училище так а мы наверное проехали просто вот этот вот поворот но мы его не проехали нам вообще нужно так нам нужно вот что повернуть и заехать так но мы можем что мы можем в принципе знаете что сейчас я посмотрю так вообще куда нам нужно то чтобы нам не заблудиться вот сюда ну нет все таки наверное поедем мы сейчас поедем мы сюда да водоник очередной храм ну какое здание не удивлюсь если это памятник архитектуры ну красиво давайте здесь прям глянем и вот еще но реально памятник архитектуры так начинается переглючить не глючит так церковь нам не покажет какое название пока спаса преображенский кафедральный собор его спаса преображенский кафедральный собор вот так вот а не у нас драматический драматический театр рыбинский вот это вряд ли мне кажется нет может здесь где-то вот это вот тут прям совсем все разрушено что тут непонятно а ладно мы его мы его потом посмотрим отдельно здесь прямо ну видите видите сами то с этим зданием даже не знаю но я бы не советовал бы ходить здесь правда это 15-й год в двенадцатом году было все еще более или менее но опять же видите вот это вот все уже 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 висела и она уже была в таком состоянии ну а сейчас совсем прям ну не сейчас а в шестнадцатом году вот так вот как сейчас это и напишите в комментариях кто может местный еще что это вот здесь вот тоже а все ясно вот так шестнадцатый год в двенадцатом году это здание еще еще стояло но в нем уже никто не проживал она уже была скажем так вот в таком вот состоянии но сейчас соответственно это еще осталось но уже тоже не используется почему странно а вот это уже снесли идут скорее всего что-то будет строиться уже построили возможно я предполагаю что это будет какой-нибудь дом может быть ну возможно я не прав возможно я не прав так вот это тоже заброшено хотя смотрите здесь еще вот до окна есть но странно правда крыш то нет уже неужели тут что то можно открывать ну смотрите здесь еще работают магазины а такая девочка нарисована с котенком типа привет но я предполагаю я предполагаю не знаю вот тут ну тут ничего не тут уже крыши нет здесь скорее всего что-то может натянули какую-то пленку чтобы потому что ну крыши нет тут по-любому дождь попадает сюда блин ну это конечно же есть вообще двенадцатом году вот так вот было здесь данном данном месте крыши еще было как видите вот ну а в девятнадцатом уже вот во что это превратилось хотя дома магазины еще работают как не удивительно это ну а тут сами видите как все красиво сделано если мы сейчас это отмотаем вот так вот было ну тоже в принципе еще еще более менее но хотя уже требовалось реставрации сделали сделали вот так тоже конечно прям все ну хотя бы уже вид 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 другой да хотя бы уже вид другой так но это у нас как бы центр а сюда мы не сможем проехать да нет сможем река волга да мы ее уже видели много раз она и здесь тоже тоже протекает набережная река волга а я но то но Снова такие вот домики, уже от времени, уставшие. Так, не надо мне пока сюда переключать. Вот опять какое красивое здание. Да, конечно, немножко уже такое, но все равно смотрится там прям. Если поставить чуть раньше. А, хо-хо-хо. Вон оно что. Блин. Куда-то меня перекинуло опять, ну ладно. Типа ее построили только, да? Я полагаю, да, это новое здание. Да, а почему оно в таком виде? Уже вопрос остается открытый. Да, такой относительно немаленький город. Прям, скажем, совсем немаленький. Город Рыбинк. Давайте, наверное, вот сюда. Сейчас еще проедем здесь. Посмотрим. Такой квадратненький, квадратненький дом. Практически квадратный. И вот такие вот пятиэтажечки. Смотрите, как. Как сделано. Было-то вот так вообще. Вот вылази. Вот стоит дом, да? Выглядит-то все. Вот так вот было. Плачевненько, плачевненько, но потом решили сделать ремонт. Да. И сделано все вот так. Вот так значительно же лучше смотрится. Ну, конечно. Знаете, еще на некоторых... Так, отель. Юрла. Юрла. На некоторых... На некоторых пятиэтажках, в некоторых, там, скажем, странах, где они тоже раньше строились. Там сделали вместо... Ну, в общем, вот тут еще лифт, или как это говорит, надстроили, и там не сделали, или, в общем, лифт, и увеличили площадь квартир жильцам. Ну, это такой ремонт прям совсем уже. Нарастили еще этаж. И добавили лифт. Так-то можно и вот в таких домах. При желании можем тоже лифт поставить. Только зачем? Когда эти дома уже... Тут ничего не отреставрируют, так, чтобы просто их надо сносить, и все. Даже... Вот. Вот это нормально. Вот нормальные дома. Построили. Вот. Пожалуйста. Так, ну, давайте еще там проедем. До конца. Я, кстати, напоминаю, кто на канал не подписан, подписывайтесь обязательно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем приятного просмотра. Желаю. Кто этого еще не сделал. Гаражи такие вот. Так, зачем мы сюда поехали? Вы спросите. А я сам не знаю. Тут там очевидно делать нечего. Надо вот сюда вот ехать, да. Даже можно... Нет. Давайте вот сюда. Гаражи опять. Так. Спасибо. 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 Очередная заправочка у нас снова. И вот опять пошли многоэтажки. Вот такие вот многоэтажки. Ну, тут как обычно все цветет, сады, май. Так, сейчас будем разворачиваться, вот здесь прямо на этом повороте. Мы уже проехали. Так, опять летит самолет. Спасибо. Так, ну вроде пролетел. Вроде пролетел. Они тут постоянно летают, поэтому как бы не раздражать никого. Я обычно отключаю звук. Так, ну вот снова опять было. Совсем громко, рядом. Так. В общем, что мы имеем? А имеем мы следующее. Имеем мы то, что... Сейчас мы повернем. И уже будем выезжать. Сегодня, наверное, я не знаю, будем ли смотреть фотографии. Их тут тоже немало. Их тут тоже немало. Или посвятим эту следующую серию. Как бы время-то еще немножко есть. Но мы еще не весь город посмотрели. Далеко не весь. Какую-то часть только. Поэтому... Просто сами посудите. Если сейчас начнем смотреть фотографии, мы просто не успеем все посмотреть. Затем... Зачем затягивать видео? Так, Рыбинск стоит табличка типа на выезд. Ну... Да, мы немножко тут проехали. Спасибо, что нам предупредили. Мы немного... Ой, секундочку. Мы немножко проехали. Хотя по факту еще... Нам вообще в другую часть города. Так... Улица Ворошилова, 17. Улица Ворошилова, 17. Проч Давайте собирать. Такой дом... Вот смотрите, сейчас опять чуть-чуть снова... а она тут вот эти вот этой квартире не очень так скажем повезло может быть я ошибаюсь но так в целом неплохо аксон торговый центр торговый центр магазин и торговые центры табак улица черепанова блин вот эти конечно дома ну что могу про них сказать фактически они у них нет чердака но вот сама крыша у них где-то вот здесь примерно начинается перекрытие этажные перекрытия вот и сразу видно вот оно пошло это перекрытие этажа ну плюс вот это вот расстояние это где-то примерно пол окна то есть пол окном где-то в метр полтора идет среднем да даже меньше по моему ну примерно полтора то есть по половине окна это фактически учитывая что крыша здесь еще здесь вот находит то есть факт там 50 сантиметров и не знаю ну чердака нету просто вот сама крыша перекрытия и крыши над крыши но это прям летом прямо вообще это будет жара идти да ну и здесь также фактически нету технического этих этажа чтобы вот это вот все вот это вот эту всю жару забирать так вот такие вот дома пошли но тут постоянно тень фактически да учитывая что окна то выходит на север то есть вот это вот фактически фактически на север хотя знаете не на север она северо-восток но с утра будут будет немножко солнце попадать немножко там это это в летнее время а так в основном здесь всегда тень вот в этих окнах всегда тут еще да тут еще будут тут еще более-менее на вот тут уже все тут уже постоянная тень особенно вот здесь вот света прям очень будет мало так что когда покупаете квартиру смотрите куда у вас выходит окна да понятно когда его много тоже с избытком но когда его вообще нету вообще словами нет ну блин такая квартира допустим я бы не купил вот пожалуйста вот тут еще да тут еще вот здесь вот только чуть-чуть чуть-чуть носить на последнем этаже тебе будет попадать ну последний этаж это тоже такое знаете не очень хорошее решение так давайте глянем где мы есть чтобы нам не заблудиться вот так вот ну все еще открою круголя такой пятачок такой дадим и будем уже выезжать наверное отсюда начало сюда сначала едем сюда сегодня нас такое тоже видео ну ставим понимаете город как бы блин давай меня наверх закидывай это мне вниз то стену города все-таки не маленький хоть тоже даже рыбинск хоть и на районный город но ну какой то что районный но все-таки по населению не первый город хотя я даже не знаю рыбинской кострома кто там никто не по населению это больше вот ярославль это понятно больше улица скоморохова аска не улица скоморохова остановка скоморохова гора скоморохова гора я так подозреваю рыбинск это не районный город точнее не районного подчинения областного подчинения город ну как бы если я может не прав поправьте меня в этом и конечно узнаем чуть попозже пока продолжаем смотреть там город ну да они мелкие далеко не мелкий город в общем то вот так пятерочки магниты но их тут очень-очень много семейный магнит магнит семейный и ну и и и Вот снова такой вот домик, улица Плеханова, не Плехановская, а Плеханова. А это какой-то, наверное, автовокзал. Хотя, может и нет. Рыбинск-пассажирский. А, это станция. Только она. Где она? Вот, наверное, вокзал. Попробуем глянуть. Да, это вокзал. Смотрите, какое красивое здание. Не абы что, а вокзал. Вот такой вот. Вот такой вот крупный вокзал. Да, 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 да. Именно так. Вот такой вот вокзал города Рыбинска. Ну, интересно, такой, конечно, город. Это надо приезжать сюда и смотреть. Это все уже вживую. Как бы... Ну, жить можно. Я думаю, тут есть все. Все необходимое. Все. Также вот такие вот быстроденья. И то здесь они есть. Как бы... Уже не раз говорил об этом. Не советую никому пользоваться ихними услугами. Ну, там проценты конские. Прямо... А если уж кто-то воспользовался, то лучше сразу не затягивать, а сразу отдавать. А иначе вы переплатите сто процентов. Так, продажа. Продажа вот этого здания, друзья, вот она стояла, никому не нужно было. Аренда. Аренда. Типа, ты кому нужна твоя аренда? Смотрите, вот что. Чего? Потом человек, смотрите, меняет. Продажа. Типа, продам. Блин. Ну, не гоните. Опять продажа. Продажа. Типа, за это время никто и не посмотрел на это здание. Никому оно не нужно. Ну, это только на сносы и что-то тут свое ставить. Ну, не знаю, не знаю, честно. Вот это вот. Надо было продавать ее еще раньше, когда была возможность продать. Сейчас уже очень тяжело такое будет продать. Так, а мы тем временем... А вот наша дорога, да? Давайте я еще раз посмотрю. Давайте, наверное, вот сюда и вот сюда поедем. Блин, да что ты, белки зеленые. Зеленые, ну, вечно вот он начинает меня глючить. Блин, ну, ну, сами видите, то это и как. Надо раньше было продавать, когда была возможность продать ее. Ну, либо, если ты планировал ее сдавать, кто хозяин этого здания. Вот, в аренду. Ну, вот, сделайте ремонт, да? Может, это не дешево будет. Ну, потом аренды можешь отбить. А так ты ремонт ни копейки не вложился. Решил, как бы, в аренду. В аренду не пошло. И решил теперь ее продавать. Так, нам надо как-то отсюда выбираться. Мы что-то здесь немножко заехали. Так, наверное, вот сюда. Но, опять же, надо будет посмотреть, как нам правильно ехать. Давайте глянем. Так, ну, правильно же, да? Да, все правильно. Все правильно. Выезжаем мы. Возвращаемся на наше кольцо. Сюда. Вот. Едем уже сюда. Начинаем понемножку так выезжать из города. Да, и сейчас будем уже останавливаться на этом. Блин, ну. Что такое? Что такое? Проще этому человеку продавать. Не знаю, может, ну, конечно, не здание этот продает, а землю. Тогда другое дело. Там уже другой вопрос. Вопрос продажи земли, а не здание, которое на нем стоит. Ну, тут уже непонятно тех людей, кто этим занимается. Поэтому это их право и решение. А мы тем временем так, ну, из города начинаем выезжать. Но, опять же, я хочу сказать, что далеко-далеко не расходимся. А это потому, что в следующей серии мы обязательно посмотрим еще и фотографии. Так. Ну, давайте, сейчас мы чуть-чуть вот чуть-чуть проедем. Это уже хвощевка пошла, деревня. А мы, наверное, все-таки остановимся. Блин, очень душно, очень душно на улице. Прямо очень душно, я бы сказал. Жарко, душно. У нас еще не такая прям жара. Так, давайте, которая прям совсем второму жарко. Так. Давайте, что, давайте, наверное, вот здесь вот сейчас будет поворотик, такой небольшой поворотик, но он будет. Мы остановимся, а уже продолжим следующей серии, но продолжим еще осматривать достопримечательности города путем фотографии. Блин, ну мы проехали опять его, но тут незаметно так прям все было. Да. Ладно, давайте выберем место уже и остановимся, потому что сейчас начинается уже другая, другой населенный пункт. Так, а вот прям табличка, табличка, вот, искра, искра, искра октября. Вот название такое прям само себе, по себе говорит, кому за себя. Так, вот тут вот остановимся. и уже продолжим в следующей серии. Так что подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии, до новых встреч, увидимся. Всем до скорого, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok